Дорога в почве В почве функционирует как живая система, поддерживать и улучшать качество воды и воздуха, а также здоровье животных и растений в рамках экосистемы, то мы сможем понять, что мы можем изменить, чтобы нам всем было хорошо. Основополагающий принцип использования термина «здоровье почвы» заключается в том, что почва – это не просто энергия, безжизненная среда для выращивания, которая, как правило, предоставляет современные токсильные завредения. Скорее, это живая, динамическая, постоянно меняющаяся окружающая среда. Оказывается, что почвы, очень плодородные с точки зрения урожайности сельхозкультур, также оживлены с биологической точки зрения – ни живыми, ни здоровыми. То есть есть прямая зависимость. Используя аналогию со здоровьем человека, здоровью почвы можно классифицировать как? В состоянии комплексного благополучия с точки зрения биологических, химических и физических способностей. Она не поражена болезнями, и не ослабливает, то есть не деградирует и не оказывает эффективного воздействия за пределами участка. При совместном функционировании каждого из его качеств почва достигает своего полного потенциала и сопротивляется деградации. Обеспечение полного спектра функций, особенно круговорода питательных веществ, углерода и воды, таким образом, чтобы сохранить эту способность в будущем. То есть это аналогия со здоровьем человека. То есть почва – это живой организм, который функционирует по тем же законам, что организм человека. Основополагающий принцип использования церкви нездоровья и прочей исключается в том, что почва не просто инертная, безжизненная среда для вращивания. Ну вот я уже сказал, да. Скорее, это живая, динамически постоянно меняющаяся окружающая среда. Оказывается, что почва очень плодородная с точки зрения урожайности и сельскохозяйственной культуры. Также оживлены с биологической точки зрения. В настоящее время вообще признано, что микробная биомасса почвы велика. Некоторые микробиологи в настоящее время считают, что 80% питательных функций почвы в основном контролируются микробами. Вроде бы какая-то такая абстрактная вещь, но когда мы начинаем разбирать например, коэффициент усвоения питательных удобрений. Вот мы берем, больше усыпем там столько-то центров фосфорных удобрений, столько-то центров азонных удобрений. Нас интересует какой коэффициент полезного действия этих удобрений. Средний коэффициент действия азонных удобрений у нас 33%. То есть если 3 центра мы кладем, 2 центра это деньги на азонных удобрения. У фосфорных удобрений у них средний коэффициент полезного действия 11%. То есть мы деньги положили туда фосфорные удобрения, а они нам дали только 11% полезного. И вот когда мы с в какой-то момент не помешали. Вот если мы это смотрим только с точки зрения гидрофоник, в почву насыпаем удобрения и вот они должны работать, то мы не можем это понять. Если мы это понимаем, что там есть почвенная жизнь, что мы кому-то сыпем на голову все эти минеральные удобрения, как они на это дело реагируют? И там, ну до дела дойдем, я там смогу объяснить, что можно сделать. Тогда у нас возникает вопрос, а можем ли мы изменить коэффициент полезного действия минеральных удобрений? Как мы можем сделать, чтоб коэффициент у нас удобрения был там, ну хотя бы 50, особо удобрений. А можно ли сделать и 95? Я могу сказать, можно сделать и 50, можно сделать и 95. А можно ли фосфовное удобрение сделать высокий коэффициент полезного действия? А можно ли сделать так, что мы с почвой работаем, большие урожаи собираем, а у нас показатели эгофемические, а они не падают, они растут. Вот как бы по логике вещей вот забрали, а то не должно упасть. И вот как сделать, например, так, что чем больше берешь, тем больше останется. Если мы не вводим понятие здоровье почвы, нам это тяжело понять. Мы просто будем фиксировать какие-то отдельные моменты, мы их признаем, но объясним мы не сможем. То есть вот это понятие здоровье почвы, это объясняющее правило. Почему, что такое микробы посредники? Дело в том, что в природе все связано в циклах, и когда мы сыпем минеральное удобрение, микробы включают минеральное удобрение в свои циклы. им тоже нужна селитра, им тоже нужен простор, они используют его для жизни. Оно должно быть очень равновешивным. Если мы что-то пересыпем, мы же хотим больше, нам же говорят, сыпем больше селитра и будете при счастье, то мы можем слоить. Сыпем на голову этим микробам много селитры, а им плохо, потому что они берут ее в газообразовом состоянии и превращают, так называемые гидентификаторы, и они выкидывают ее в воздух, она просто берет в воздух. Второй момент, который был обнаружен еще в 1980-х годах, который обнаружен в 1980-х годах, очень интересный момент такой, что если сыпать постоянно большой дозы минеральных удобрений почв, то почвенные микрорганизмы, которые должны почвы работать, они перестают работать. И самый главный секрет, как сделать так, чтобы удобрениями пользоваться и не нарушать природные цели. Если мы будем понять, что с дорогой почвы нужно перерывать эти понятия, если мы не будем, то мы не понимаем, удобрения кладем, а отдача нет. Удобрения кладем, а отдача нет. Вот еще что, чуть-чуть я сказал про, и еще один момент, сказал про плодородие почвы и про здоровье, еще один очень важный момент, он у меня может там дальше в презентации, если будет интересно, чем питаются растения. В базовой системе понятия растения у нас питаются минеральными солями. Это точка зрения 1841-х годов, есть 180 лет уже, и мы регулируем урожайность сельскохозяйственной культуры с помощью минеральных удобрений. Нам нужно сказать, что такое минеральное удобрение. Это средство повышения урожайности сельскохозяйственной культуры. Это средство, способ нарушения естественного почвы плодородия. Понимаете, вот парадокс такой, удобрения мы кладем, они нарушают плодородие. Растения питаются не только минеральные солями, растения обладают способностью к глисотрофному питанию. Вот мы же используем для сельского хозяйства органические препараты какие-то. Например, вы берете минокислоты и брызгаете на солнце. Но минокислоты это же не минеральные питания. Растения кушают минокислоты, у нас есть реальная препарата. У нас есть какие-то вытяжки там, калифорнийские червя, тоже они влияют. Оказывается, что почве, вот эта биота, почвенная биота, она живет определенное время, когда она умирает, она становится доступна для растений. Ну, то есть, грубо говоря, микроб лопается, и все его содержимое вытекает. Учитывая, что основная масса микробов, сосредоточенной в корневой системе, растения получают постоянный фриток вот этого куриного бурьера, из-за густого. Сколько этого куриного бульона? Куриного бульона достаточно много бывает. Ну, где-то, если в среднем масса, если в среднем микробы живут 14 дней, то мы можем посмотреть сегодняшнюю массу, ну, сколько у нас там есть, ну, скажем, у нас может быть 5 тонн гектаров, 5 тонн гектаров живой биомассы. Ну, где-то 10 тонн, ну, 300-300 килограммов у нас каждый день получалось. А нормальная почва должна иметь 30 тонн гектаров, а в Ставропольском крае были земли, когда распахивали Ставрополь и 70-90. Вот если 30 тонн гектаров, то в день она дает 2 тонны, да, куриного бульона. То есть растения питаются вот этой микробной массой, которая умерла, то есть вот этим раствором аминокислородом и так далее, и так далее. Ну, и вопрос такой, как запустить, понимаете, за минеральное удобрение мы платим, а за вот эту же биомассу мы не платим. Но если она есть, у нас урожай больше. И минеральное удобрение работает эффективно. Нам нужно каким-то образом эту биомассу раздевать. Теперь, когда мы говорим про гаутилу, про гаутилу мы говорим постоянно, и никто ничего не понимает, у одного хорошо наутил, у другого плохой наутил, у одного он запустился, у другого не запустился. Здесь разные почвы будут иметь разные показатели здоровья в зависимости от унаследованных качеств и графических особенностей почвы. Общие аспекты, определяющие здоровую почву, можно рассматривать следующим образом. Вот про гаутильный вариант, разнообразие этих разных живых существенных, большую впитывающую способность, способность почву перерабатывать, огромное количество веществ. Тоже вот у одного работает почву, другого нет, качество водного стока, соответственно высоким стандартам, фотографии покажу, низкая тропия, отсутствие повреждений, способность почвы там повреждаться или не повреждаться. Вот когда мы пашем, считается, что мы нарушаем здоровье почвы. У меня был очень хороший ученый, старой школы, вот 80-х годов прошлого века. Он говорит, знаешь, говорит Александр, вот как бы тебе объяснить. Вот если мы берем хорошие каталонные геологические черноземы, когда мы пашем, равновесие биологическое восстанавливается примерно через две недели. Вот пахали, все восстановились. Где-нибудь черноземы в Саратове, на Ростоке Саратовской области, в Слабенький, мы начинаем пахать, мы там все перековыряли, но будет быть такой же плуг, такой же корпус, такой же плуг, такой же корпус. А там они за два года не восстанавливаются. Поэтому с точки зрения здоровья почвы мы понимаем, как лучше ее обрабатывать. Так она быстро восстанавливает после человеческого воздействия внутреннего равновесия. Или она не восстанавливает. Если мы не будем понять о здоровье почвы, у нас очень много непонятных вещей. Итак, если брать классическое понятие плодородие почвы, это способность почвы удовлетворять потребность растения в элементах питания, влаги в воздухе, а также обеспечить условия нормальной жизнедеятельности. В современной системе сельского хозяйства, автор которой является Номан Барлавов, которая стала внедряться после 1964 года, началась сильная деградация, разрушение здоровья почвы. На чем построена система Номана Барлавов. Лучший сорт или гибрид, много-много минеральных удобрений, применение химических средств защиты растений и по возможности гибридов. Вот эти четыре кита, на которых она стоит. Они основные. Все совещания всех уровней обладают, какие и какая новая генетика, какие новые сорта и гибриды, сколько стоит селитра, будет стоить селитра, какая новая химия появилась, и будет полив, не будет полив, дотация, и все. Мы застряли в этих четырех моментах. Мы обычно говорим, что в чем проблема с этими моментами. То, что существует дисперитетный рост цен. Скорость роста цен на минеральные удобрения, на средства защиты растений, на горючих, оказались выше скорости роста цен на конечных продукциях растений. За 1 кг зерна давали 3 кг фосфорных удобрений, сейчас за 1 кг зерна дают 100-150 кг фосфорных удобрений. Раньше за 1 литр солянки, за 1 кг зерна давали 4 литра солянки, сейчас за 1- 정말 так и так походам. Сейчас за килограмм зерна дают 200 граммов солярки, то есть идет перегруз. И получается, что в рамках современных моделей государство не может допустить роста цен на продукцию, потому что это приведет к большим общественным потрясениям. То есть в системе рыночной эта модель может покрываться только большими дотациями и в разных странах мира. Она где-то в Евросоюзе 900 евро на гектар, 1500 евро в Китае, до 14000 евро в Швейцарии. Дотация на гектар. И там у них всех искусственная летабельность, искусственные модели, а у нас этих дотаций реальных нет. Поэтому нам нужно искать какие-то модели. И мы обычно разбираем решения с точки зрения платный и бесплатный ресурс в растении моста. Что такое платный бесплатный ресурс? В сельском хозяйстве платим не за все. Вот дождик выпал, мы за него не платим. Влага от почвы пошла. Подсолнечку хорошо, когда ему дали влаги. Какие-то процессы в почве идут, откуда-то питательные вещества там возникают, мы за них тоже не платим. За тепло мы не платим. Солнышко светит, мы за него не платим. Вот когда нам не хватает естественного плодородия, высыпем минерального давления. Не хватает воды, поливаем. Растения болеют, мы их лечим. Ну, дьем хили. Потому что мы же не знаем, как, управляя здоровьем почвы, мы можем сопротивляться болезнями глядителями. Мы не знаем. У нас базовая модель, она в 1958 году родилась, в 1964 году пришла в СССР. До сих пор она самая главная, основная, другой пока нет. Вот мы говорим, у нас адаптивная белогизиальная система. Она построена на чем? Она говорит, что есть бесплатный ресурс. Он есть. Другой вопрос, когда мы идем к ученым, которые в той системе выросли, они говорят, что на этой системе 12 центов вы получите урожайности пшеницы, больше не получите. Нужно что-то сыпать. А у нас стоял вопрос, а можно ли, ну скажем, получить среднюю урожайность, а потом высокую урожайность, а потом очень высокую урожайность, если ничего не сыпать и мерить. Оказалось, что можно, если мы будем управлять здоровьем почвы, и через здоровье почвы мы повысим ее продуктивность. Ну, теперь идем дальше, потому что нужно показать вообще, что такое разрушенное здоровье почвы, будет деградация после внедрения этой системы. Вот то, что мы видим, почва слева, почва справа. Слева у нас почва слипшаяся, слитая. С правой стороны почва рыхлая. Видите разницу? Влагоемкость почвы слева 50-60-70 миллиметров. К весне то, что мы получим той накопленной влаги, с правой стороны была бы почва, там будет где-то 190. Это не я считал, это агрофилик не считал. Вот это массовое влияние. Мы видим сильное уплотнение почвы и разделение на два угла. Робный слой и анаэробный слой. Это уже плохо. И когда она у нас уже разделилась, единственный способ работы с ней, это механическое влияние. Поэтому вы пашете на 30, поэтому у вас там катки, у вас много было орудий. Вы делаете, вы пытаетесь сделать почву для растений той плотности, которая вам нужна, чтобы расти. И везде платите деньги, 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 деньги. Потому что у вас уже это произошло. Вот это считается больной почвой. И один из признаков, например. Идут дожди, тает влага, влага не впитывается, мы говорим, у нас зона. Недостаточно увлажненного влага. Наша вся влага вытруется от воздуха и она идет в никуда. А вот это наша пахота. Это состояние почвы. Это глубистость. И это, ребята, от Алтайского края до Краснодарского края. Один из таких мощных теоретиков был такой Павел Андреевич Костыч. Умер в 1895 году. То есть это пока еще так, когда еще люди думали и сказали. Он говорил, что почва нормальная в состоянии. Обладает способностью аккумулировать столько влаги, чтобы никогда на стене засухи страдать не было. И сказал, что микрооргонезы синтезируют в почве новые вещества. И почвенный перегносит результат разложения органических остатков продуктов микробного и грибного синтеза. Он говорил, вот какая почва. Мы видим, что в ней нет вот этого деления на верхний слой и нижний слой. Она как губка. Она обладает способностью впитывать огромное количество влаги. Вот на такой почве в 85 центрах это легко. Мы делали хозяйство. У меня сейчас, ну, одно хозяйство, сейчас такое активное, которое на 85. Просто сделали такую почву. Был в Зерноградском районе хозяйство. Но он там сказал, что я придумал эту технологию, стал великий. Мы шесть лет с ним работали, потом перестали работать. Но он плавно с 85 до 50 центров сполз. И на здоровой почве можно добиться либо на минимальных дозах минеральных удобрений, либо вообще вынести удобрения на некорневые подкормки и делать эффективные некорневые подкормки. И в то же время растения будут всегда сыты, у нас будут высокие и даже очень высокие урожаи. Можно делать гибридные системы. Вот мы назвали атактивной системой биологизированных изобретений, где мы химию и биологию вместе применяем. Теперь супрессия. Оказывается, в здоровой почве, когда накапливаются, когда появляются патогенные организмы, то нормальные укробы их просто убирают. То есть супрессивность это способность почвы самооздоравливаться. Сколько их должно быть? Я взял в свое время чешскую табличку и на одном квадратнометре в 30 сантиметрах почвы должно быть примерно около 30 тонн живой биомассы. Ну на один метр 500 граммов червей, 100 граммов моллюсков, 50 граммов нематон, калавраток, до 100 граммов инфузорий и прочих простейших, и до 2 килограммов бактерий, грибов и эти рецепты. То есть если мы все это переведем, то здесь так и получается примерно 30 тонн. Ну то есть 500 килограммов червей должно быть. А у меня у одного фермера на картофеле в Ставропольском крае 400 червей на 1 квадратный метр. Вот реальная такая земля и 50 тонн картофеля он не видит. А удобрение кладет 80 килограммов. Генеральных удобрений на сокно-фосфорный метр. Я к тому, что, да и я вам отдам ее презентации. Ну вот существующие системы земледелия, биологические особенности причем образовательных процессов, к сожалению, не берутся во внимание. Поскольку в центре представления формирования урожащих москутур находятся известные теории мирального питания Либбиха. Идеи Либбиха были восприняты слишком буквально и посторонниками и последователями, несмотря на критику. В результате этого развивалась агрохимическая часть земледелия. Как следствие глобальной химизации имеют деградированные почвы, которые не в состоянии обеспечивать реализацию потенциала урожащихся и состоятельных культур. Когда мы отдаем агрохимический анализ, они говорят, у вас там сколько у вас? Шесть процентов? На самом деле, у нас все рознь, что измеряют агрохимики? Агрохимики не могут в наших анализах произнести живую часть земледелия. Почему? Потому что способ определения глобуса берется кусочек почвы, высушивается, взвешивается, потом кладется на прокаливание в оффенную печь. Все сжигается, они снова его вытаскивают, взвешивают и говорят, сто процентов. На самом деле, у вас есть живая часть и неживая. Живая часть и неживая. И в процессе активной обработки, то, что вы пашете там, барануете, пашете, барануете, у вас идет уменьшение активной части. Что такое активная часть? Это живая биомасса. Жуки, червячки, бактерии, грибы, все-все-все. И то, чем они могут питаться. Они питаются растительными остатками, питаются сами собой и, в конце концов, идет снижение. Вот есть скорость примерно веково 50-60 лет. Распаханная залежь, она дает, не залежь, а распаханная. Целина, она дает хорошую. Потом она сползает. И вот здесь будете урожай получать только минеральное удобрение. Вот эта функция, она нулевая. Единственное, что получается. В этих условиях обработки интенсивной почвы поживают организмы, которые могут выжить только в условиях, которые способны выжить в условиях голода. Кто у нас в условиях голода может выжить? Микробы, которые плесневые. Плесень выживает везде. Это ее способность. Если мы хотим отыгрывать все назад. Первый вопрос. Плесневые грибы. Гриневые гниды, потому что это возбудители болезни. Поэтому, когда мы перейдем к растительным остаткам, это как раз, как отыграть назад. А вот это вот, вы падете, это 4% гумуса. Дальше вы падать не будете. Потому что вот эта червь гумуса, мертвого гумуса, она не разлагается. Она просто дает черный цвет почве. Она набухает весной. Поэтому, особенно как земля промораживается, она дает рыкость. Но это чисто механическая часть. Это мертвая часть. Я рассказываю сбитый этот анекдот про Чучу, который ест шоколадку, да? И морщик себе спрашивает, что ты ешь? Он говорит, шоколадку ем. Почему ты морщишься? Четвертый раз ем однако. То есть органика, съеденная несколько раз, превращается в шоколадку. От нее толку нету. Она дает черный цвет, но она плодородие не дает. Плодородие сидит вот здесь вот. И если мы научимся вот эту активную часть развивать, накапливать, у нас поползет из ниоткуда урожайность. У нас почвы станут рыдкие. Почему мы не будем знать? Потому что это дом для этих живых существ. И они у себя делают такие условия, чтобы там был воздух, вода, питательные вещества. Это их дом. Если мы признаем, что есть здоровье почвы, значит мы можем этим здоровьем почвы управлять. Если бы захотелось. И вот эти вот интересные коэффициенты, которые я нашел у белорусов. Оказывается, они посчитали по азофоске. Азофоска может на больных почвах давать 4 килограмма прибавки за 1 килограмма. А может давать и больше 8. И они делали программу, что сейчас и 20 килограммов с одного килограмма удобрения. Нету прямой зависимости. Они могут давать, а могут и не давать. И нам нужно поймать вот это вот, поймать на кончиках пальцев. Когда мы тратим деньги, эти деньги нам зарабатывают. То соотношение бесплатного ресурса, бесплатного ресурса. Как нам разбить бесплатный ресурс, который будет нам давать то, что будет давать. Корни растений находятся в окружении микроорганизмов. Формируют своеобразный чехол. И растения кормят микробы. И вот как выглядит это на микрофотографии. Вот эта слизь, где сидят микробы, они из почвы растворяют питательные вещества. Потом они живут, 14 дней лопаются. И растения получают питание через последние. Как мы можем увеличить подородье почвы? Кто скажет? Вот как можно еще увеличить подородье почвы? Вы продвинутые ребята. Как? Мы послушаем. Я вам говорил, говорил, еще раз говорю. Я говорю берите стимик стандарт. Что дает стимик стандарт? Он усиливает фотосинтез. Если усиливается фотосинтез, сюда идет больше сахаров. Растение взяло сколько ему надо, а часть ему не надо. И на самом деле можно накачать вот этих сахаров в 6 раз больше, чем нужно растение. А другой вопрос. Почему у нас растение не хочет делиться с этими микробами? Почему самому не хватает этого сахара? Не хватает сахара. А не хватает сахара, потому что селитра. Перескочить на тему селита, это совершенно другая тема. Я перескочу, я вам скажу. Хотите? Хотите. Потому что у нас сейчас привязана к этому здоровью почва, а вам интересно по технологиям. Давайте. Перескочу, да? Хотите. Вы же, смысл такой. Я вам говорю, берете стимик стандарт, и у вас подородье почвы растет. А он на почву не впадает. То есть мы должны стимулировать отток сахара в почву. Или, например, в вашем случае, после пшеницы у вас остается кусок. Вам нужно придумать систему культур, которые можно в зиму посеять, и они сами вымерзнут. Но пока они будут зеленые, они будут качать, и качать, и качать туда сахар. И включать почву. А если мы еще рассчитаем ту культуру, которую вот этот Стефан Мунез нам сказал, да? То есть вот прям под экран говорю, что мы нашли одного человека, который нашел способ, как бороться за разих. И оказывается, есть смесь трав, которую можно сеять, и которые убивают схожесть семян заразих. И мы решили рассчитать, мы это рассчитаем, и мы хотели, хотим внедрить вот на борьбу заразих. Давайте я сейчас проскочу все-таки по основной презентации, иначе я собьюсь. А потом я вам по минеральному удобрению прочитаю. Следует отметить, что согласно современным представлениям, деградацию почвы надо рассматривать не только как результат действия субфакторов, ведущих к снижению содержания гумуса, их ухудшению физико-химических показателей, но и как следствие процессов, приводящих к сведению к минимуму от исчезновения необходимых для гармонического развития растений и почвенных микроорганизмов. И что вот здесь микроорганизмы, населяющие резосферу растений, напоминают органы пищеварения животных. Только вывернутые назад, и вот здесь вот у нас есть мобилизация элементов питания, что мы от них должны иметь, фосфор и азот, которые нам давали, фиксацию азота, съедание вот этих корневых сахаров, приведение в доступность питательных веществ, транспортных погребных гифов и цепочках клеток бактерий, и синтез роста образующих веществ. Мы тут в свое время ковырялись в этой теме, мы сделали три препарата азотофиксатора, называются фитостим АВ, фитостим АЗ, фитостим АР. Мы 14 микробов соединили вместе и мы садим их на корни растений при обработке семян, при пропадке. На подсолнечке не знаю как, на пшенице получается. Вы делаете это? Хорошо растения растут? Ну, достаточно, конечно. Самое главное, там нету места, причем с химией мешаем, с протравителем, просто мы знаем, с кем можно мешать. Препарат берем азотограстимолит, это тоже живые организмы, мы работаем, который нам дает дополнительное опущение. Мы снижаем норму висима на земному, например, значительно, ну, грубо говоря, до 100-120 кг и получаем 80 центов. И он подстраховывает нас на опущение. То есть он вытаскивает нормальные растения, нормальные кости. Симбиоз с растением-хозяином, продуцирование те биотических веществ, конкурент с растением и так далее, и так далее. То есть нам нужно запустить вот этот процесс. И самое главное, вот, конкурентное взаимодействие идет в эзосфере растений, продуцирующее коронавирует суда. Да, я говорил, что селитр, что делает селитр? А селитр блокирует выделение сахаров. Не потому, что она плохая, а потому, что такая биология. Что у нас получается? Когда растение хватает селитр, ну, мы насыпали селитр, оно не может ее не схватить, потому что это как мед у Винни-Пуха. Вот сегодня сейчас он был, а вот прямо сейчас он уже идет. Быстро исчезает. Либо уходит в нижние слои, либо организм ее выкидывает в виде газа. Ну, газообразного состояния. Утрификатор. Там все число. Поэтому растения хватает пока то, что есть. Если у нас хватило то, что есть селитра, которая за сутки не переварилась, а такое бывает у нас очень часто, получается один фермент, который начинает работать там, где есть селитр, на кислый раствор. И он начинает расщеплять сахарозу, глюкозу и фруктозу. Мы говорили о растворимости сахароза. Сахароза одно из самых растворимых веществ. Вот в таком количестве воды, полстакана, сколько можно сахара растворить? Какой стакан можно растворить? Можно растворить полный стакан. То есть один-двух. На 100 граммов воды 200 граммов сахара растворяется. А когда появляется свободная глюкоза, она начинает выпадать в осадок и закупориваться сольные растения. Помните, что мы вам там что-то подсовывали, вот этот препарат называется синики. Вот его функция, он блокирует фермент, который расщепляет сахарозу на глюкозу и фруктозу. На картофеле мы получаем достоверно 20% прибавки рожа. На остальных культурах мы отрабатывали только на винограде и на сахарные свекли. На сахарные свекли мы получаем около 20% по диагесте, если средний районный 16. Вот примерно так. Просто, что-то как-то мы не можем с ним нормально работать, но и к тому, что он есть. Если вдруг у нас есть опасность, что нам селитра забьет выделение сахаров, тот препарат, который выключает механизм, чтобы она не блокировала выделение сахара. Пощупать надо, надо посмотреть, как он работает просто. У него цена там меньше 100 рублей на 1 гектар. Это не много. Ну и вот мы видим. Рабочее название синенький. Итак, процессы, происходящие в эзосфере, являются ключом доступности питательных веществ и к выносу их растений. Биологическая активность почвы приходит к круговороту питательных веществ. Таким образом, биологическая активность почвы является ключом контактивности. Я начал делать наутил внешний и внутренний. Меня раскритиковали какой-то дурак, зачем ты лезешь какие-то внутренние и внешние наутилы. Но я все-таки пару слов скажу. Система наутил запускается только при восстановлении здоровья почвы. Как только мы перестаем почву рыхлить, начинается уклонение. Должны включиться процессы ее разохляющие. Должно начаться рост микроорганизмов, которые будут ее рыхлить. Если мы этот процесс не запустим, мы разоримся. Поэтому наутил это искусство. Это особое искусство. И внутренний наутил – это изучение процессов, как процесс запустить. Метод Рика Бибера-Тамашова – один из методов, которые можно и нужно использовать. Включается в эту систему понятия. А внешний наутил – какие селки нам нужны, какие гербициды нам нужны. Это внешние вещи, внешние. А у нас внутренние пускают, а внешние уделяют внимание. Что мы предлагаем? Мы предлагаем свою систему, которая называется адаптивное галоризирование земледелия, грамотная защита растений, химия плюс биология, восстановление плодорода через работу с корневыми остатками, дробные корневые подкормки минеральным удобрения по фазам развития и элементы сберегающего земледелия, конструктивного наутил. С точки зрения сказать, что мы абсолютно готовы по подсолнечку, я думаю, что мы не готовы. Мы не накопались до конца, сил не хватило у нас. Но я к тому, что стоит в эту сторону покопать. Потому что вы можете пока пахать, а можете пахать. Но в других регионах у нас быстро сядет. Интенсивное сброшение будет. А если ещё найдёте способы борьбы с заразихой и сделаете подсолнечку год через год с общеницей, или год через два, можно сделать вполне. Абсолютно полностью нужно будет думать. И вот у нас идут, что делать. Глубокое рыхление микробиологических препаратов. И глубокое рыхление, скорее всего, типа щелереза вам нужно будет походить. Самый дешёвый это кивонь. Это кивонь СС. Если вы знаете, это СС. У него где-то стоимость одного гектара 500-550 рублей. Другие хорошие эти, они где-то до двух-двух с половиной тысяч долларов собработаны. Поэтому, когда я уговариваю, я говорю, вот это самый дешёвый вариант из того, что я знаю. А вот это вот мы сейчас перейдём к поднименным остаткам. Это способ работы с поднименным остатками. После уборки основной культуры проходит дискатор, на котором ставится точка. Что нам даёт это? Это даёт нам возможность сразу на растительные остатки положить микробные культуры. Поэтому сейчас буду говорить о методе и буду говорить о микробных культурах. И объясню, почему растительные остатки – это способ восстановления здоровья почвы. Работа с растительными остатками. Особенно на деградированных почвах. Помните, я Вам говорил, что самая главная наша проблема – то, что мы накопили плесневые грибы. Могу анализы показать, просто что будет похоже немножко, потому что их не смогу ставить. Тяжело переключать. То есть, анализ показывает. Анализ стоит три тысячи рублей. Отправили, я там кому интересно скажу, куда отправлять. Отправили туда, они Вам прислали, у Вас такие-то, такие-то микроорганизмы. А они построили маленькую теорию, степень деградации почвы. Потому какие организмы замещаются, какие появляются, они говорят, Вы там с первого на второй этап переходите, со второго на третий этап переходите. Вот если перейдёте на третий этап, там вообще будет тяжело. Очень большая чувствительность к зазухам будет. И большая чувствительность к болезням. Растения будут болеть. Там уже будут не только патогены, токсикогенные организмы. Растения будут в земле торчать, а растения будут ходить. Такое тоже может быть. Там будут плесневые грибы, которые будут давить и свои плесневые грибы. И те, которые будут плесневые. Единственный способ, когда обрабатывая солому, мы всё равно же по вегетации работаем эти. Конгициды. Растения более-менее чистые. Вот в этот момент поселить на растения микроорганизмы, которые заселяют растения. И через них мы опережаем заселение вот этими плесневыми грибами, которые накопили в почве. Как кого можно поселить в почве или как из соломы сделать микробное удобрение, восстанавливающим почву. Первый человек, который запустил эту модель. Немножко выложил. И был террой хибер. Кто-нибудь услышал про него? Не слышали? Как? Он же придумал препарат 555. Нет, он придумал препарат Кюссель. Кюссель. История была такая. Он не микробиолог никогда не был. Он доктор по человеку, а доктор садоводства. Он выходил из одного острова в Японское море, где жили очень верные японцы. Он сам из бедняков. И он придумал систему выращивания кармиковых мандариновых деревьев. И поскольку шло сильное уплотнение почвы, а трактора маленькие. Ну, они почти, как это, очень маленькие междуряди. Не могли тракторами туда заходить и выклить. И он взял разные микробы, там пробовал, сливал вместе, использовал. И придумал препарат, который расплотняет почву. У нас он есть, называется Нива. Нива-Джи-Пи. Вот стибель-Джи-Пи. Он хорошо расплотняет почву. Кто хочет, заберите домой. На огороде пробуйте. Я вам всегда даю целую коробку и уговорю. На огороде пробуйте, молча я скажу. На огороде я попробую. У вас на большом огороде. А с проробицей чем будете делать? Поделимся. А сколько идет вообще? Один литр. Один литр. И один литр. Активатор на нитарь. Четыреста с чем-то рублей. И хорошую работу. Там вопрос какой? Мы начинаем с другого. У нас четыре Нива. У нас есть Нива-А, Нива-Б, Нива-Джи-Пи и Нива-Ноу-Ти. Четыре Нива есть. Обычно, когда мы начинаем работать, это Нива-А. Почему Нива-А? Потому что работает и в холод. И плюс трех работает. И на бакурузе у нас прекрасно себя показала насосник обработки. Единственное, по Ниви-А там есть грибы в ее составе. Если работали с торгалуринами, абакусами, пикторами, потом сингентовскими препаратами с торгалуринами, лучше работать, что это Нива-Б плюс тридцать. Так он называется. Там какие-то компоненты, иначе, как последствия в действии вот этих форгицидов, они хорошо работать не будут. А с тем будут работать. Поэтому обычно Нива-А. Если Нива-А нельзя, сразу Нива-Б плюс тридцать, два-три года. А потом идем на японский препарат. То есть Нива-Б лучше лечь, чем почву. Нива-А вообще там есть бактериальные болезни, которые она берет, а в активном лице, в которых берет очень хорошо. А Нива-Джипи, она дает очень рыхлую почву, она съедает вот это вот все уплотнение, которое есть. Некоторые вещи, связанные с биологией, не работают так быстро, как селит. Им нужно какое-то время. Поэтому, когда мы работаем с повышневыми остатками, когда наша задача вылечить почву, мы должны их приставить, добавлять. Если мы работаем с повышневыми остатками, мы работаем в один раз в год за год. Всего один раз в год. Если гриб Фузариум зацепился за соломинку, он будет ее есть года два. Вот если на следующую соломинку он садится не будет, а мы будем добавлять микробы, нормальные наши, через два года его численность резко упадет. Вот была так, упадет вот так вот. Поэтому препараты на повышневых остатках дают эффект где-то года через два эффективно. На самом деле с первого года. Второй способ их внесения маленькими дозами. Помощь, я говорил, хотя бы от стакана до литра. В любую смесь, как только вы захотите. Вы же мало заходите на растение. Понимаешь? Мы же не можем взять десять тонн и гектаров валить. Мы работаем вот на таких дозах, на маленьких. Маленькие впрыскивания называют их прижима. Нам нужно захватить территорию. И вот так Тель Вихига, у него восемь микробов в одной проверке. Восемь микробов, хороших микробов в одной проверке. То, что завозят в Россию, это полно. Потому что, когда мы закупили 250 литров концентрата, за большие деньги выяснилось, что там не восемь микробов, а двое микробов. Мы заставили привезти концентрат с Японии. Вот это продолжение концентрата с Японии. Восемь микробов здесь. А их можно друг другу мешать? Как? Мешать друг другу. Какие-то можно, какие-то нельзя. Вот эти четыре штуки, то, что есть их. Давайте сейчас про другие расскажу, там сами решите. Можно ли черную часть зеленую решить? Можно. Но я люблю одну треть черного, две трети зеленого. А кофе нет. Или две трети черного, а одну треть зеленого. Смотрите. Они же даже не функционируются. У меня есть ребята, которые работают в Воронежской области пшеница по пшенице. Он работает с растущей урожайностью. Пшеница по пшенице в монокультуре. Вот он мешает. Мы там год-два даем фито-ниво, стимикс-ниво-а, а потом GP и В-30. Честно говоря, не могу сказать, что лучше. И этот разохлотняет В-30 почку, но этот разохлотняет быстрее. В-30 работает лучше, быстрее. Это работает медленно. Если для вас не принципиально, чтобы почва была черная-черная, работаем на GP. Если принципиально, чтобы чернота глаза мозолила, работаем на НИВ-В или НИВ-А. Итак, что у нас здесь? Мои микробиологи взяли, собрали консорцию, в котором находится 15 микробовом месте. Вот это вот состав. Что они будут делать? И вот эта команда работает одна за всех, все за одного. Она работает целиком. Если в GP просто хорошие микроби, которые могут в одной пробеге существовать, она, кстати, у вас также будет стабилизировать. Вот это будет для кислот очень хорошо, но чуть-чуть не поднимает паш. Вот это вот состав. Вот эти съедают солому. Вот эти антигрибковые, антибактериальные вещества выделяют. Вот это фосфат мобилизующий. Антагонист патогенных грибов. Еще один антагонист патогенных грибов. Вот это молочную кислоту продуцирует. То есть каждый из них, удалось их поженить друг на друге. Каждый из них подъедает друг за другом. Она оказалась еще живущей смесь настолько универсальной, что на ней можно делать, был бы один продукт, на нем можно было бы остановиться. Но на что было? У нас была проблема 2009-2010 годов до 2016 года с пшеницей. У нас были большие проблемы. Когда она плохо росла, не хотела пуститься и так далее, и так далее. Мы были вынуждены сделать НИВУ-А для борьбы с патогенами бактерий. Если с патогенами бактерий, НИВУ-А хорошо и берет. Это чисто бактериальные препараты. Понимаете, бактерии с бактериями не сильно варят. Их нужно вышибать организмами немножко другого процесса. Вот НИВУ-А там, где есть проблема бактериальной препараты. И становится вопрос вообще, сжечь или не сжечь. И вот, пожалуйста, когда у почвы есть варенье, без бактериоза. Когда почва, это тоже одна из разновидностей, не здоровье почвы. Мы говорили о здоровье почвы, но это не здоровье почвы. Это в Песчанокопский район стали копать землю. Вот это и чмель набрал несвежий, а это в прошлоходе пшеничная салона лежит. И будет лежать еще два года, три года, не разлагается. Пельцы стали копать в поездках. Поэтому мы говорим, что препараты НИВЫ, все НИВЫ, они включают, решают вопрос дезбактериозы. Это тоже одна из проблем почвы. Когда почва не может переварить растительные остатки предшествующей культуры. Вот это у меня озимый ячмень на подсолнечке Ставропольский край. И подсолнечник обработал НИВА А, актиномицент. Очень характерное, светлое, светлое оттенок, как вы видите, характерное. Ну, такая вот беловатая, как плесень. Это не плесень, это вот. Причем там актиномицент нам попался хороший, который выделяет вещества. Актиномицент, который выделяет вещества, являющиеся стимуляторами роста растения. Это другое хозяйство, где поставлю на бочке. Все тоже на какой-то культиватор ставили бочки. И вот самый лучший способ, не когда идёт отдельная брызгая, это когда идёт и сразу брызгая. Поставить самоделку стоит, ну, где-то рублей до 150. Купить бочку, их там делают, кому-нибудь или белорусские комплекты, Белорусские комплекты, где насос, форсунки. И вот здесь за второй, ну, в середине, за первым рядом брызгом стоит вот это впрыскивание. И вот как выглядит поле. Мы видим, здесь не брызгами, а вот это брызгами. Мы видим огромную разницу. Мы видим, что здоровье почвы здесь, здоровье почвы здесь другого. Если мы говорим, что здоровье очень привязано к плодородию, то получается, что оздоровление почвы натаскивает это сильно плодородие. Нас же интересует не просто, сколько мы сюда удобрялись на сыне, а сколько удобрения включилось в биологические циклы. Если бы этот биологический цикл запустили, вот они все наши удобрения. Одно и то же. Если научитесь работать на упражненных остатках, вы можете в Краснодарском крае легко иметь плюс 15 циклов. Просто так, на пшенице. Если включите общий цикл, правильная обработка семян плюс биология, упражненные остатки и некорневые подкормки, вы будете иметь 85. Но пятнашку вы будете только иметь упражненные остатки. Это будет то, что разница между вами и соседей. Потому что у нас влагоемкость почвы, потому что у нас кругооборот питательных веществ намного выше. И потому что плесневых грибов мало. Потому что эти микробы выталкивают плесневые грибы и включает, начинает пробуждаться вся почвенная микрофлора, которая есть. Ну, грубо говоря, старые цены, я вам показываю, 390 рублей. Сейчас где-то около 500 рублей. За 5 лет, ну, тут 2000 рублей за гектар. Ну, пусть будет там 500, 2500 рублей на гектар. Процесс восстановления здоровья почвы. Если кого и как поселить почву, как салон сделать микробное удобрение восстановлющее почву, нам нужны сложные ассоциации. Сложные. Кто в одном препарате было много-много разных организмов. И тогда он способен приживаться к почве. Потому что вот этот трехнаносный велосипед, он к почве не приживается. Он одноразовый. И то он может сыграть, он может не сыграть. У меня только одноразовый целая коллекция. И есть там вообще-то безумие, которые все обсуждает. Нас интересует мягкий препарат, который может прижиться. Заканчивая по теме здоровье почвы, введение и применение микробных препаратов, я хочу в качестве вывода сказать, что здоровая почва и здоровье почвы это способность почвы функционировать как живая система. Почва может быть здоровая, может быть и больная. И есть способы восстанавливающие здоровье почвы, где мы используем для этого микробные препараты для ускоренного разложения упражненных остатков, состоящие из большого количества компонентов, способных приживаться в почве. Они проверены временем. Их эффективность проверена временем. У нас есть как первый препарат Терюхига. У нас есть, мы его используем, мы его производим. Так и наши препараты, которые мы произвели в последние годы. Если выбирать какой-какой, в любом случае, мимо личной инструкции вы никуда не пройдёте. Мы будем инструктировать, как и что использовать.